У вас тело зажато, оно, скажем так, заблокировано. То есть вы не можете расслабить, двигать, не можете определенные движения делать. И через 6 месяцев тело отпускает, и у вас все хорошо становится. Потом вы уже набираете, именно углубляетесь в методику дальше. Она открывает вам вот этот, вот этот, вот этот раздел. Я скажу, что у нас много факультетов. То есть мы начинаем вот с этого факультета, но на самом деле у нас 12 факультетов. Один из факультетов, который больше не нравится, это нгами для женщин. Нгами – это женское кунг-фу. Женщины сильнее мужчины, но они об этом не знают. Потому что для того, чтобы иметь силу, она использует бедра. А бедра женские мощнее мужских. Поэтому женское кунг-фу, оно использует движение бедрами. То есть восточные танцы – это нгами. Нгами – это вот такие движения. Хореография, пластика с бедрами. Мочеполовая система, иммунная система, используют движение бедрами. То есть когда вы видите восточные танцы, это в нашей методике нгами. Но просто у нас есть ее лечебный эффект и его боевое искусство. Но так как это все-таки боевое искусство, то как же женщина защищает, используя бедра? Она не защищается массой, она не защищается силой рук. Она использует для этого хореографию и пластику движения, мягкость. То есть леконечка ушла, бедром толкнула. Ой, что-то ты упал. То есть все должно быть у него грациозно. У нас занятия проход такие. Нет, это я предложил Дмитрия Федоровича против. У нас есть идея проход, у нас ведут специалисты в черном поле. Где? Какие? Здесь у нас. Нет, у вас нет таких занятий. Ну как это, едет? Кунфу? Это у нас что? Мостовник. А почему? Я не знаю. У вас, возможно, есть тэквондо или каратэ. Это не кунг-фу. Это спорт. Спорт? Ну, ты не ходь отсюда. Не, не, не. Это не спорт. Это искусство. Это медицина. Здесь нету спорта. Мы заговорили за удар. Я сказал, что у нас такое есть. Просто никто никуда не ходил. Смотрите, чтобы понимали, что вот если взять все, что мы преподаем, 5% боевое искусство. Людям это на самом деле не надо. Есть милиция, полиция, которая сберется. А на улице, чтобы разобраться, мы покажем пару болевых точек. Нажали он на полоборок. Ой, чуть-то упал. Важный вопрос. Тело восстановить и с головой подружиться. Приобрести здоровье. Вся методика именно на это направлена. Это не дает ни одно боевое искусство. Ни каратэ, ни тэквондо. Они это забыли. Потому что все виды, которые вы знаете, каратэ, тэквондо, айкидо, были созданы не больше 100 лет назад. Это дети. Я с вами не спорю. Просто у нас специалист, который имеет черный пояс, она, в принципе, с этого, о чем вы говорите, и начинает. Она, в принципе, первые уроки, именно по вашей методике, она и проводит. Ну, супер. Пусть проводит. Я не знаю просто ее. Черный пояс у нас самый маленький пояс. То есть мы начинаем с того, что... Когда вы приходите, он дает черный пояс. Но вы считаете, черный пояс это один из самых... В каратэ, в тэквондо. В тэквондо. Да. У нас это самый нулевой уровень. К сожалению. Какая личина в стране у нас одна. И у нас работает на себе. Не подает. Да еще раз говорю. Мастопниковый. Проживался занять. Да может быть. Подадите ко мне. Я же не возражаю. Я не знаю. Нет. Ну, это боевые. Да. Это боевые. В случае зрения медицины. Да мы же не можем. А вообще для ребенка, первый, второй класс, какой вид, скажем так, Любой. Любой. Ушу, каратэ, тэквондо, кунфу. Лишь бы было это... Вот вы отдали, и он счастлив от преподавателя. И он выходит радостно. На этом уровне у них всех одно и то же. Растяжка, силовая, хореография. То есть, лишь бы у них была какая-то динамика. Чтобы они что-то занимались. У них нет вот этих внутренних каких-то умозаключений. Им надо просто порядок, дисциплина и все. То есть, в принципе, каратэ для фукса тоже в данный приемлемый. Это то, что рядом поблизости, чтобы долго не занимать время. Вот где вы живете, в этой школе преподают, отдавайте. Не обязательно ехать в другую часть города, на кунг-фу. Конечно, если есть выбор, то кунг-фу, оно более масштабно. Оно более развернуто. Там очень много подразделов. Мы там изучаем с ними каллиграфию, и акупунтуру, и массаж, и стрельбу из лука, и оружие шестые, мечи, палки, и на конях. То есть, у детей у нас просто развернутая программа разной пластыри. То есть, современные виды каратэ, они очень однобокие. У них все такое, прямолинейно. Медаль, соревнования, все. А что потом с этой медалью делать? Если, если вот... Садитесь, не стойте. Я не хочу... Сейчас я вас отпущу. Да, я понял. Сейчас, сейчас... Сейчас попытаюсь завершить. Может, немножко так, не знаю, как вам преподнести. Если сейчас взять все, что преподается, или все, что в мире существует, можно сказать, что это методики основаны на соревновательных видах, где идет, как бы, борьба. Борьба между кем-то. И у многих людей сейчас построена так жизнь, на принципе, борьбы добра и зла. Хороший, плохой. С медалью, без медали. Это концепция, по которой, в принципе, сейчас живет мир. Даосы говорят, что это, как бы, современная транскрипция, так сказать, того, как можно жить. Даосы говорят о том, что нужно жить по концепции любви. Концепция любви – это дарить знание, счастье и силу всем. Там нету тот, кто с медалью или без медали, хороший или плохой. Любят всех. То есть, вот основной принцип, к чему даосские методики тянут. Вы же, наверное, православные там, да? Ну, если сказать, с этой точки зрения, даосы, они ни к чему не склоняют. То есть, вот мы учитель, он христианин, да? Это, если взять философию даоскую, это, как бы, христианство без Христа. Все то же самое, только не было Иисуса, типа, в них не трансливает. Но они говорят все то же самое, как и Библия. То есть, это что-то, типа, такое родное, только без Христа. То есть, философия одна и та же. Добро, любовь, не убей, не укради, и все в таком духе. Добро и люди. А? Законы одни и те же. Да, законы, законы одни и те же. Законы пространства, в котором люди живут. По-другому это невозможно жить. Я не за снегачок совершал. Ну.